На этой неделе в Российской Автомобильной Федерации впервые собрались участники сборной России, которые отстоят честь страны на международных автоспортивных играх 2019 года. Эти игры – своеобразный аналог Олимпиады, где национальные сборные выступят под флагами своих федераций. Причем Международная Автомобильная Федерация, ФИА, настоятельно требовала не брать в команду пилотов так называемой Золотой Лиги и чемпионов страны, а формировать сборные из молодых, но перспективных спортсменов. В итоге в сборную России были отобраны 14 участников, 8 гонщиков в основной состав и еще 6 резервных. Пилоты выступят в шести категориях, включая даже кибергонки. К слову, в основной состав попали два воспитанника программы развития российского автоспорта «СМП Рейсинг». Это Павел Буланцев и Денис Булатов. Президент Российской Автомобильной Федерации Виктор Николаевич Кирьянов не только участвует в подготовке сборной, но и плотно работает с ФИА и не понаслышке знает, почему в списке дисциплин отсутствует ралли. Ралли – это большие расстояния. И как там это все будет, не знаю пока. А здесь вот все вроде бы в одном месте на трассе в Италии. А можно ли провести игры в России? Ведь наша страна умеет организовывать состязания на высшем уровне. Маленькие у нас секреты есть. Думаю, что подумаем, подумаем, где это можно провести. И надеюсь, скоро, может быть, вы даже увидите. И мы уже об этом думаем. Международные автоспортивные игры пройдут с 31 октября по 3 ноября 2019 года на итальянской трассе Валелунга. А торжественная церемония открытия игр состоится в Риме. Изгнать иммигрантов из российского такси предложили депутаты Госдумы. Профильный комитет по транспорту и строительству разработал новый законопроект, который предполагает, что заниматься извозом смогут только обладатели российских водительских удостоверений. Причем без судимости за особо тяжкие преступления и не лишенные прав в течение последнего года. Регионам разрешат вводить дополнительные аттестации. Например, проверять у водителей знания улиц и расположение значимых объектов. Наконец, таксистов обяжут за свой счет устанавливать тахографы. Чтобы получить разрешение на таксомоторную деятельность, юрлица обяжут предоставить справку о наличии парковочных мест и проводить ежедневные медосмотры водителей. 10 и 11 августа на подмосковном аэродроме Быково начался третий этап чемпионата России по дрэк-рейсингу. Как и на первом этапе RDRC, субботним заездом помешал дождь. Квалификация стартовала в воскресенье, и организаторы постарались предоставить всем участникам возможность дважды проехать дистанцию в 402 метра. За день получилось дать 128 стартов, но обошлось без финала. У одного из автомобилей вытекло масло на трассу, и убрать его быстро не удалось. Без полностью готовой трассы проводить заезды в дрэк-рейсинге запрещено. Поэтому коллегия спортивных комиссаров приняла совместное с пилотами решение перенести финальные заезды в классах FSB и US на 31 августа. А в младших категориях FSL и FSA результаты подвели по итогам квалификации. Лучшее чистое время показал генеральный директор SMP Racing Дмитрий Саморуков, выступающий на промоде Dodge Viper. Самую высокую скорость на Subaru Impreza развил Алексей Волик из Санкт-Петербурга. Четвертый финальный этап сезона чемпионата России по дрэк-рейсингу состоится с 31 августа по 1 сентября. На автодроме крепость Грозная. Российский Союз Автостраховщиков, Госавтоинспекция и Столичный Центр Организации Дорожного Движения приступили к тестированию камер, определяющих наличие полиса ОСАГО. Выявляя уклонистов, ездящих без страховки, система заодно поможет сделать тарифы ОСАГО более индивидуальными. Косвенную информацию с камер смогут получать и страховые компании. Напомним, что проект реформы обязательного страхования уже внесен в Госдуму. По замыслу, страховщики без контроля Центробанка будут устанавливать персонализированные тарифы в зависимости от стажа, стиля езды и числа грубых нарушений. Собирать новую информацию помогут камеры, а страховые компании получат доступ к базам данных ГИБДД и узнают историю нарушений каждого автовладельца. Вообще, в целом, движение в сторону даже не либерализации, а персонализации ОСАГО. То есть, когда полис будет покупаться на конкретного человека, он будет иметь какие-то свои страховые параметры. Это движение правильное. Но в данной ситуации, конечно, очень много зависит от федеральной антимонопольной службы, потому что если мы увидим, что среди страховых компаний будет сговор по тарифам, люди просто будут приходить им, будут называть практически безальтернативно высокий тариф. Но это, конечно же, сейчас маловероятно, потому что на рынке несколько десятков страховых компаний. То есть, кто-то будет обязательно предлагать нормальный тариф. По идее, опытные и законопослушные водители станут платить меньше. А вот для новичков и злостных нарушителей полис подорожает. Сняв с производства открытые версии моделей Golf, Beetle и EOS, марка Volkswagen сэкономила ресурсы, но осталась без кабриолетов в гамме. Похоже, что такое положение дел немцев не устроило, поэтому они решились на эксперимент запустить в серию T-Roc кабриолет. На первый взгляд, T-Roc просто заменили металлическую крышу на тканевую, которая с помощью электропривода складывается за 9 секунд на скорости до 30 км в час. Но на самом деле кузов значительно перекроен. Усилена рамка лобового стекла, пороги и пол. Дополнительные усилители появились в дырях и боковых панелях. Колесная база растянута на 40 мм, чтобы разместить два ряда сидений и механизм складывания крыши. Из всех модификаций закрытого T-Roc остались две бензиновые. Однолитровый трехцилиндровый мотор комплектуют с шестиступенчатой механикой, а турбо-четверки 1.5 положен семидиапазонный робот DSG. Привод только передний. Публичный показ кабриолета случится на грядущем автосалоне во Франкфурте. Европейские дилеры получат машины весной, а в России новинку мы едва ли увидим. Ведь закрытый T-Roc у нас тоже не продается. Концепткар Kia Masterpiece, показанный весной в Сеуле, предвещал, если не полную смену генераций, то как минимум глубокую модернизацию рамного внедорожника Mahaev. Интерьер Kia не показывала и технических подробностей не рассекретила. Характеристики не заявлены и сейчас, зато две фотографии предсерийной машины Kia все-таки выложила. Главное разочарование. Это нас ждет всего лишь рестайлинг, хотя внешние детали кузова вплоть до передней стойки поменялись. Надпись на багажной двери подсказывает, что трехлитровый турбодизель с восьмиступенчатым автоматом не изменились. Больше подробностей мы узнаем в сентябре с началом продаж в Корее. Представленный весной в Шанхае обновленный HVL H9 поступил в продажу в Китае. Передние фары теперь полностью светодиодные, а в салоне улучшена мультимедиа-система с увеличенным до 9 дюймов экраном, голосовым управлением и обновлением по воздуху. Адаптивный круиз-контроль работает во всем диапазоне скоростей. Есть автоторможение с распознаванием пешеходов и комплекс слежения за дорожной разметкой и знаками. Двухлитровая бензиновая турбо-четверка совмещена с восьмиступенчатым автоматом, но в Китае отвечает более жестким экологическим нормам, аналогичным Евро-6. Трансмиссия прежняя с многодисковой муфтой в приводе передних колес и понижающей передачей. Задняя блокировка была и прежде, но теперь появилась и передняя. Помимо этого, во внедорожном режиме электроники HVL подтормаживает в повороте заднее внутреннее колесо, чтобы уменьшить радиус поворота. Российские спецификации пока не названы. Сейчас у нас продаются импортные машины, но крупноузловую сборку уже налаживает новый завод HVL в Тульской области. Вероятно, обновленный внедорожник встанет на конвейер уже в конце года. Дореформенная машина стоит сейчас от 2 миллионов 600 тысяч рублей. Концепт-кар Acura Type-S подготовлен для фестиваля Monterey Car Weeks в Калифорнии. Но производитель прямо заявляет, что перед нами не просто шоу-кар, а предвестник нового поколения седана TLX, в гамму которого вернется мощная модификация. Очевидно, с традиционным названием Type-S. Интересно, что седанам TLX ряд новых S-Type не ограничится. В течение двух лет Acura собирается выпустить минимум две заряженные модели. И второй наверняка станет кроссовер. Субтитры создавал DimaTorzok